Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы постим большое количество контента по разным сегментам финансовых рынков, разным категориям финансовых активов и почти уверен, уверен наверняка, что вы точно найдете то, что вам будет по душе. Выбирайте торговые сигналы, оставляйте фидбэк, он всегда приветствуется. Если нужно что-то добавить, что-то убрать, мы тоже открыты к приложению. Сегодня, друзья, на повестке экономического календаря на самом деле важных релизов-то и нет. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на данные по инфляции в еврозоне, которые выйдут в 9.00 по GMT. Это финальная окончательная оценка. Я думаю, что каких-либо серьезных отклонений уже не будет. И фактически цифра инфляции будет подтверждена на тех уровнях, которые ранее были обозначены по предварительным цифрам. То есть где-то на отметке 9.1-9%. Ну, не мне вам говорить, что это, безусловно, очень много для развитой экономики. И это, скорее всего, еще не предел, потому что уже много раз было сказано, что инфляция будет тестировать на прочность все мировые экономики уже текущей зимой. Когда логичным образом на нее будет оказывать разгоняющее воздействие повышение цен на топливо. Также сегодня в 14.00 по GMT выйдет отчет по потребительским довериям Мичиганского университета. Еще один релиз по штатам. Кто-то считает, что он имеет довольно серьезное значение для понимания настроения в экономике в целом. Но я полагаю, что это некоторое преувеличение значимости этого релиза. И плюс ко всему мы, на мой взгляд, и так за последние дни и недели получили достаточное количество характеристик американской экономики, на основании которых мы можем сделать какие-то выводы о том, что сейчас с ней происходит. И самый главный фактор, самая качественная характеристика, это последние данные по базовой инфляции, которые и спровоцировали мощные ралли индекса доллара и слабости рисковых инструментов в рамках этой недели. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 109.44. Я думаю, что сегодня до конца дня каких-то мощных движений мы не увидим. Но даже допускаю, что если эти движения будут, индекс доллара может на некоторое время перейти в коррекцию, потому что все-таки ралли было значительным. Пятница, она обычно характеризуется эффектом пятницы, когда трейдеры-инвесторы фиксируют результаты перед выходными. Ну и может быть, хотя еще рановато, но с другой стороны, кто знает, до конца оценить и просчитать поведение инвесторов очень трудно. Может быть, участники рынка уже предпочтут фиксироваться перед заседанием американского регулятора, который состоится на следующей неделе и, безусловно, которое очень сильно повлияет на движение, спровоцирует волатильность и полагают, что эта волатильность даже превысит движение, которое мы видели в этот вторник после выхода данных по инфляции. В отношении индекса доллара я советую вам держать длинные позиции, потому что статистика способствует росту доллара, в частности, вчерашний отчет по уроничным продажам. Прогноз был 0,1%, по факту цифра 0,3%. Заявки на первичные пособия снизились с 226 тысяч до 213 тысяч. То есть тоже хорошая цифра. Мы, как и все, сейчас действительно должны фокусироваться уже на 21 сентября, то есть на следующей среде, когда регулятор будет опубликовать решение по процентной ставке. И вам нужно, друзья, уже определиться, вы к какому лагерю трейдеров относитесь? К тем, кто считает, что ставку повысить на 50 базисных пунктов, на 75, или все-таки вы уже входите в число меньшинства, наиболее агрессивно настроенных в плане потенциального роста доллара и жесткости позиции американского регулятора. То есть меньшинство, которое считает, что ФРС повысит ставку на 100 базисных пунктов. Ранее я отмечал, что я, пожалуй, пойду вот как раз в этот лагерь трейдеров и считаю, что после скачка базовой инфляции до 6,3%, то есть фактически сейчас она больше чем втрое превышает значение целевого ориентира и уровня американского регулятора, американскому центральному банку, в кавычке возьмем, нужно действовать активнее, агрессивнее. Потому что последнее решение, например, в рамках последних двух заседаний ФРС повышал ставку дважды на 75 базисных пунктов, и мы видим, что какого-то суперэффекта не было, да и вообще не было эффекта, потому что базовая инфляция продолжает расти. Нужно сделать вывод, что, возможно, стоит начать активнее повышать ставку. Но я думаю, что все равно американскому регулятору виднее, и какое бы решение принято ни было, это решение будет предполагать ужесточение политики, друзья. И здесь мы делаем вывод о том, что для доллара это, скорее всего, благо. Также есть уже, ну, не знаю, это не инсайд, конечно же, но все-таки информация для размышлений, что американский регулятор в следующую среду может не только повысить процентную ставку, но и существенно увеличить программу количественного ужесточения, то есть увеличить темпы выхода из облигаций, которые были накоплены в период пандемии. Также будет пересмотрен уровень нейтральной процентной ставки. Я очень рассчитываю на то, что ее забросит прямо в район 4%, что будет явным подтверждением того, что американский регулятор не остановится на повышении процентной ставки только лишь на следующем заседании. И, скорее всего, анонсирует, что сделает то же самое еще в ноябре, а в декабре и, возможно, даже в начале следующего года. Держим лонговые сделки, ориентируемся на 111 и потенциально выше. Европейская валюта, все без изменений, точимся в районе паритета. Соответственно, вчера данных актуальных, новых, к которым можно было бы сейчас вернуться, не было. Мы работаем с прежними рисками. А британская валюта, как мы ожидали, пробила поддержку 1,15 и ушла ниже. 1,1460 сейчас котировки. Факторы точно такие же давления, как и на евро. Энеритический кризис, рецессия, слабая статистика и сомнения в том, что повышение процентной ставки хоть как-то поможет вообще экономике в целом и фунту. Рынок нефти. 91 доллар за баррель по бренду. Ситуация неоднозначная. Ситуация сохраняется, как и раньше. Ну, обвал существенный и заманчиво сейчас открыть короткие позиции. Я знаю, что многие у вас спрашивают, как и что нужно делать. Учтите, что сейчас, опять же, распродажи, которые мы видели накануне, они стали реакцией кредеров на прогноз Bloomberg относительно китайской экономики о ожидаемом снижении все-таки до 3,5% против прежнего прогноза роста на 5,5%. Ну, понятно, что китайская экономика буксует, хотя я могу заранее вам сказать, что вот этот прогноз Bloomberg – это еще не финальные цифры. Я думаю, что китайская экономика в этом году в лучшем случае покажет экономический рост где-то в районе 2,7-2,9%. И причина, почему я настолько сомневаюсь в темпах роста китайской экономики – это вот эти ограничения, которые локдауны действуют после Шанхая, сейчас изолирован Чинду, города многомиллионника, и, конечно же, это негативно скажется на промышленной активности, деловой активности и так далее. Весь этот фон конвертируется с точки зрения того, что при таких показателях и ожиданиях по экономическому росту очень сильно просядет спрос. По прогнозам спрос на топливо, на авиационный керосин, на бензин, на дизель в совокупности могут просесть примерно на 400 тысяч баррелей. В сутки это очень много, конечно же. Может быть, это будет первое снижение за последние 20 лет. Отсюда такой скепсис. Но я, друзья, по-прежнему рекомендую вам все-таки не лезть в рынок, потому что его волатильность пугает. 10% вверх-вниз. Нужно дождаться стабилизации ситуации и впоследствии уже входить в лонговые сделки. Я рассчитываю, что они будут именно такими. О конкретных уровнях скажу позже. Доллар-иена. Тоже были вопросы относительно, будет ли рост в район 145-147. Очень рискованно, друзья, потому что Министерство финансов Японии держит руку на пульсе и прямо в любой момент готовы провести валютную интервенцию. Имейте это в виду. Я бы рекомендовал вообще сейчас не залазить в пару доллар-иена. И золото. Мы ждали пробой 1700. Это и случилось, друзья. Поздравляю вас всех с еще одним прекрасным профитом под закрытием недели. Текущие котировки по золоту 1664. И я думаю, что сегодня мы можем сходить в район 1650. Почему бы и нет. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока.